Фиджитал игры в Казани, UFC и Мортал Комбо, общежитие для иранских студентов, беседа с протеереем Андреем Ткачевым. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Диана Батришина. Казанский федеральный университет занял 13 место в рейтинге влиятельных российских вузов этого года, составленном агентством РАЭКС. Рейтинговое агентство РАЭКС выпустило второй рейтинг влиятельности вузов России. В новом списке представлено 75 высших учебных заведений. Список включает заведения, которые наиболее сильно воздействуют на общество, пользуются авторитетом у молодежи в научных и деловых кругах, в социальных сетях. КФУ в рейтинге поднялся на две позиции. Соревнования по новой фиджитал-дисциплине накануне состоялись в Казани. Сразились в Мортал Комбат, а затем в реальной жизни по правилам ММА профессиональные спортсмены. Какие впечатления от игр будущего остались у зрителей, узнаете в следующем сюжете. Световое шоу, виртуальный ведущий и ринг в центре огромного зрительного зала. В минувшие выходные жители Казани стали свидетелями уникального соревнования в рамках игр будущего. На их глазах профессиональные спортсмены доказали, что бои в виртуальном пространстве требуют серьезной подготовки и могут стать настоящим испытанием наравне с борьбой в реальной жизни. Мне безумно нравится, что картинка красивая. Что ты заходишь, да, это не как-то там на коленочке быстро сделано, телескопические эти штуки опускаются, экраны. Все это очень классно сделано, ничего не глючит, быстро, оперативно все это поднимается. Классный октагон. То есть, если честно, есть такое слово, наверное, фраза, может, уместно, не стыдно. Понимаете, не стыдно. То есть, бывает, часто приезжаешь, никто называет мероприятие, думаешь, что мы тут делаем. Ну, типа, ну опять то же самое, ну опять вот тут 25. А тут приехал, я вчера в восторге от мероприятия, сегодня еще больше в восторге. Вообще, Казани удивляет. И действительно, вы единственный, наверное, один из немногих регионов, который действительно постоял за слова и сказал, что, типа, будет наше спортивное соревнование на реальном уровне. Формат проведения соревнования пришелся по душе не только любителям спорта, но и тем, кто вовсе в нем не разбирается. Сами организаторы подчеркивают, что это не просто турнир. Фиджитал игры – это шоу. Ведь неотъемлемой их частью является полное погружение в киберпространство. Я увидел историю у Петра Яна, что он приедет в Казань и будет проходить такое мероприятие. И мы с товарищем решили приобрести билеты и прийти. Он пригласил друг, сказал, классное мероприятие. Я доверился и пришел. Так я здесь и оказался. Не совсем это все для меня понятно. Так как я как фанат киберспорта все-таки всегда буду топить за него, нежели за реальный спорт. А в целом для людей, которым это интересно, которые хотели бы себя попробовать и там, и там, по обе стороны, за экраном и непосредственно внутри виртуального пространства, думаю, это будет очень интересно. И для тех людей, которые там участвуют, думаю, попробовать себя в чем-то новом – это всегда здорово. Победителями первого в истории чемпионата по фиджитал единоборствам стали участники из России – Анзор Абжамов и Хабиб Магомедов. Спортсменов наградили специальным трофеем «Фиджитал Флейм». Маргарита Михайлова, Универ Ньюз. Второй дом для всех иногородних студентов – общежитие. На днях еще одно распахнет свои двери для иранских студентов Казанского федерального университета. На каких условиях можно заселиться – смотрите далее. Айвазовского, 5. Адрес нового и единственного в своем роде общежития для иранских студентов. Идея создать благоприятную среду для жизни иностранных студентов появилась менее полугода назад, и уже сейчас многокомнатный дом готов к заселению. По словам Махди Фаршиани, генерального директора фирмы «Рус Данеж», создание общежития было необходимостью, ведь количество приезжих студентов из Ирана возрастает с каждым днем. Учитывая ситуацию, что в последнее время там возникли проблемы с местом общежития, в общежитии КФО, потому что там ограничения, и многие желающие приехали. В этом году резко увеличилось количество студентов, которые поступили в КФО, и уже не хватает места в общежитии. Тимирхан Булатович, он предлагал, чтобы открыть общежитие для студентов. Вот мы взяли идею и работали, и в итоге сегодня уже завершился ремонт, все документы уже почти готовы, и в этой неделе уже начинаем, дай бог, чтобы заселить студентов. 8 800 рублей в месяц – такой ценник установлен на проживание для иранских студентов. Коммунальные услуги также входят в стоимость. Общежитие представляет из себя трехэтажное здание со всеми удобствами. Каждая комната будет оснащена санузлом и спальными местами, а на каждом этаже планируется кухня. Важно отметить, что на первом этаже будут жить исключительно молодые люди, а на оставшихся двух – девушки. Мы так сделали, потому что, учитывая нашу менталитет, нашу культуру, чтобы, особенно многие родители, просить, чтобы их девушки, их дочки жили в них совмещенно с парнями. Поэтому мы решили так сделать, чтобы отдельный этаж, первый этаж парни, у них запрещен подниматься на втором и третьем этаже, чтобы родители были спокойны. Уже в первых числах декабря студенты из Ирана, которые учатся в Казанском федеральном университете, смогут заехать в новое общежитие. На сегодняшний день оно рассчитано на 40-45 человек. Чтобы узнать подробную информацию о заселении, необходимо позвонить по номеру 8-966-158-5078 или прийти лично по адресу Айвазовского, 5. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Казанский федеральный университет проводит неделю научно-образовательных мероприятий, приуроченных в 230-летию со дня рождения великого ученого Николая Лобачевского. Какое мероприятие открывало неделю мероприятий и как оно прошло, узнаете в сюжете Аделины Абдрахмановой. 27 ноября стартовала неделя научно-образовательных мероприятий, приуроченных в 230-летию со дня рождения великого ученого Николая Ивановича Лобачевского. Неделя началась со второго турнира математических боев. Мероприятие состоялось в Институте математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Сегодняшнее мероприятие называется «Математические бои». Здесь принимает участие школьники, команда школьников, начиная с седьмого. В прошлом году в первый раз проводили мы такие соревнования, там были участники седьмых, восьмых, девятых, десятых классов. Всего в математических боях приняло участие около 120 школьников из разных уголков Российской Федерации. Конкурсантами стали ученики седьмых, девятых классов, разделенные на три группы соответственно. Первой задачей для ребят стало создание команды, после чего участники приступили к самим боям. Правила конкурса довольно просты. Послушать вопрос, обсудить с командой и поднять карточку. Право на ответ получает та команда, которая первой поднимет карточку. В случае неправильного ответа право голоса переходит к другой команде. Цена каждого вопроса – один балл. Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. Мне очень понравилось это мероприятие. Нам предстоит сейчас бой. Мы очень в впечатлении в достаточно большом. Мы с нестерпением ждем боя. Мы благодарны КФУ за то, что нас сюда приняли. Победителями мат-боев стали команда ITL – седьмой класс, команда «Алгоритм победы» – восьмой класс и команда «Интеллектуалы» – девятый класс. Математическая неделя завершится 1 декабря, в день рождения Лобачевского, возложением цветов к бесту «Математика». Адалина Абдрахманова, Ленаргий Затулин, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета встретились с протеереем – клириком храма святителя Василия Великого Андреем Ткачевым. Подробнее в сюжете. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча студентов КФУ с клириком храма святителя Василия Великого Андреем Ткачевым в формате диалога на тему «Духовный выбор человека. Вызовы современности». Андрей Ткачев – священнослужитель Русской Православной Церкви, патриаршего подворья в селе Зайцево, Одинцовского района Московской области, проповедник и миссионер, телеведущий. Отвечая на вопрос об успешном совмещении духовной и медийной жизни, протеерей Ткачев отметил, что сложного в этом ничего нет, и для этого не нужно быть двухголовым и шестикрылым. Гостя сопровождал и представил директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Он рассказал биографию Ткачева. В ходе встречи Андрей Ткачев цитировал отечественных и зарубежных классиков, читал притчи, делал лирические отступления, философски рассуждая на тему вечных ценностей, истины, добра и пользы. Напомню, что в этом году конференция посвящена теме глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов. Универнёс. Казанский федеральный университет проводит молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Николаевича Толстого. Студентов и школьников ждут конкурсы, лекции и творческие встречи. Подробности узнаете далее. Казанский федеральный университет Основная целевая аудитория – это школьники и студенты нашей республики. Но впервые в этом году у нас принимают участие и зарубежные студенты, и школьники из Узбекистана и Казахстана. Программа фестиваля многообразна. Для гостей проводится ряд мероприятий, посвященных годам жизни Толстого в Казани, заседания студенческого литературного клуба, лекции и творческие встречи с поэтами нового времени. Участниками очной формы торжества стали студенты и школьники. Мы сами. У нас профиль связан с русским языком и литературой, поэтому подобное просвещение – это очень для нас важно и нужно. Фестиваль предполагает проведение ряда конкурсных мероприятий. Конкурс переводов фрагментов произведений Льва Толстого, турнир на знании биографии и творчества писателя и многое другое. Мероприятие будет проходить до 30 ноября. Аделина Абдрахманова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Диана Батаршина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова